Кишидев готовит план реинтеграции страны, пишет испанское издание Эль Паис. Разработку поручили неназванной консалтинговой компании, которая позже представит его правительству. Впрочем, официально это не подтверждается. План рассчитан до 1938 года. Он предусматривает проведение референдума и вывод российских войск по требованию терраспольской администрации. Об этом поговорим с политическим комментатором Андреем Андреевским. Андрей, здравствуйте. Приветствую. Спасибо, что подключились. Я еще раз подчеркну, что разработка этого плана официально не подтверждается, но издание авторитетное. Как вы думаете, какова вероятность, что такой план могли поручить консалтинговой компании? То, что подобные планы витают в воздухе, об этом давно говорят, уже, я думаю, лет пять, нет, даже больше, больше. Это еще первый раз было, когда еще Медведев был президентом, когда они с Путином делали свою знаменитую рокировочку. Вот тогда первый раз начали говорить о каких-то реальных планах, о том, как сделать так, чтобы нам объединиться. Ну, понятно, что объединение невозможно пока против этого Россия. Но дело в том, что много раз уже появлялась такая информация, что Россия как бы не против этого объединения, не потому, что они нас сильно любят, а просто потому, что таким образом они надеются впихнуть в общее молдавское пространство порядка 400 тысяч граждан, которые настроены пророссийски, для того, чтобы сместить всю нашу электоральную картину в свою пользу. Это подорвать политическую ситуацию изнутри? Ну, я бы не сказал прямо, что подорвать, но, конечно, это вызовет определенный перекос, потому что, если условно говоря, сегодня у нас порядка, ну так, грубо, 60 про-западно-проевропейских настроенных процентов граждан на 40 условно пророссийских, хотя среди них, наверное, процентов 20 реально пророссийских, остальные скорее не приемлят Европу, но не особо любят Россию при этом. То, конечно, вот новых, там, ну из 4 тысяч жильцов, там, учитывая, что есть дети, есть неграждане, то есть где-то, ну порядка, наверное, 300 тысяч, ну 250 тысяч избирателей, это, конечно, это очень серьезно, то есть это смещает моментально полностью электоральную картину. Поэтому я к чему это веду? К тому, что, в общем-то, может быть такой расклад, при котором Россия скажет, да, давайте мы поддерживаем. Тогда останется вообще один только препон, это сама так называемая терраспольская администрация, то есть те люди, которые контролируют левобережные регионы Молдовы, вот им, конечно, вообще не хотелось бы это объединение, потому что тогда они попадают под действие законов, а они привыкли жить без законов, поэтому вот они бы этого не хотели. Но, с другой стороны, если все внешние силы будут за то, чтобы объединить оба берега, если Молдова, Украина, Евросоюз и даже Россия, ну тогда, конечно, терраспольским деятелям деваться будет некуда, и они вынуждены будут на это согласиться. Поэтому я не исключаю, что этот план реальный, хотя, да, как вы сказали, что никаких подтверждений пока официальных нет, но я слышал о подобных инициативах и даже о том, что велись некие тайные переговоры несколько раз на разных этапах, и я не исключаю, что они и сейчас продолжают вестись в том или ином составе, и, ну, в целом, это, на мой взгляд, хорошая новость, потому что мы можем очень долго говорить, что хорошо бы нам объединиться, но при этом ничего не делать, и тогда ничего не произойдет. Но если мы будем хоть пытаться какие-то планы, то, да, это открывает возможности. Андрей, указан срок до 1938 года, но при этом Молдова к 1930 году хочет уже стать членом ЕС. Значит ли это, что основные решения будут приниматься уже по другим позициям, а вообще европейских? Я думаю, что срок 1938 года, это очень условно, и я вообще не понимаю, на что они опираются. Ну, может быть, в их конкретном плане, да, действительно, может быть, такая цифра стоит, но на самом деле никакого основания для этого нет. То есть выгодная ситуация как раз сейчас, как это, может быть, нехорошо звучит, что благодаря войне, то есть сложилась такая ситуация, когда у нас есть реальные рычаги воздействия на левый берег, потому что сегодня граница между сепаратистскими регионами и Украиной перекрыта полностью, там нет никакого движения вообще, то есть там стоят забаррикадированные блокпосты, и поэтому у нас сейчас больше возможностей для того, чтобы показывать на них давление. Поэтому я не очень представляю, зачем тянуть до 1938 или 1930 года, то есть процесс надо запускать сейчас. Ну да, понятно, что это не процесс одного дня, потому что там я читал эту информацию, там речь идет и о единой валюте, короче, есть много над чем поработать, и действительно это требует времени, потому что мы помним, как объединялась Германия, да, понятно, что несоизмеримо больше и населения, и экономики, и проблемы, но тем не менее, как бы сам процесс интеграционный, он непростой, это ни на один день и ни на один год, но запускать его нужно сегодня, когда ситуация максимально благоприятная. И то, что многие вот пугаются, что, дескать, ну если мы войдем в Европейский Союз до 1930 года, что же будет? По этому поводу уже высказались и представители Европейского Союза в Молдове, и в общем-то многие политики, что мы можем вступать в Европейский Союз, при этом это не значит, что мы оставляем Приднестровье, просто будут введены, может быть, какие-то временно более строгие административные посты на этой внутренней границе, для того, чтобы избегать контрабанды, для того, чтобы избегать нелегального пересечения границы, хотя сейчас это не так опасно, потому что, поскольку с Украиной закрыта граница, там просто неоткуда взяться новым людям, то есть те, кто там живет, только они могут пересекать эту внутреннюю границу. Поэтому, на самом деле, ничего страшного нет, даже если предположить, что цифра 38, она настоящая. Андрей, вот примеры объединения Германии, которые вы уже упомянули, насколько это релевантно? Ну, это условно релевантно, потому что, повторяю, что слишком несопоставимы масштабы, то есть громадная европейская страна Германия, которая когда объединялась ФРГ и ГДР, громадные экономики, я более того, я вам напомню, что немцы до сегодняшнего дня платят специальный налог за это объединение, то есть им это стоило очень дорого, потому что громадная пропасть. Ну, у нас пропасть не такая большая между нами, то есть наши экономики примерно сопоставимы, не в том плане, что, конечно же, экономика Республики Молдова, по-моему, в 18 раз больше, чем экономика так называемого Приднестровья, но я имею в виду то, что мы, в общем-то, по темпам роста обе маленькие слабые экономики, и поэтому, если, условно говоря, будет желание партнеров подтянуть так называемое Приднестровье до уровня Молдовы, это гораздо-гораздо легче сделать, потому что, ну, все Приднестровье – это один маленький городок европейского уровня, поэтому, в общем-то, вытянуть их на наш уровень – это реально, и тут не надо десятилетиями платить какие-то сумасшедшие налоги за это, то есть это при содействии партнеров это можно сделать, поэтому пример этот достаточно условный, он, скорее, для нас пример в том плане, что это реально, что можно даже, которые были, это две были разные системы – коммунистическая ГДР и капиталистическая ФРГ, но они смогли построить одну страну, которая сегодня полностью одна, как бы, единая, цельная, и да, там, может быть, какие-то нюансы электоральные, но это, скорее, как бы, авторшоки после того, что половина страны пребывала долгое время под коммунистами. У нас же то самое Приднестровье, оно никакое не коммунистическое, там такой же капитализм, как у нас, только, может быть, еще более с волчьим лицом, учитывая местную специфику мафиозную, поэтому я думаю, что больших проблем не должно быть. Сегодня терраспольский лидер Красносельский заявил, говоря о том, обсуждают ли интеграцию Молдовы в ЕС по частям с ним, что обсуждать это надо не с ним, а с народом, и имеет он в виду референдум. Довольно обтекаемо, и все-таки, как вы прокомментируете это? Я прокомментирую, это какое-то обычное политическое лукавство, потому что обсуждать не с ним, а с народом, как будто они слушают свой народ, когда принимают те или иные решения. Понятно, что, в общем-то, местным деятелям наплевать на народ. Я думаю, знаете, может быть, там больше речь идет о том, чтобы как раз для местных элит были предоставлены некие гарантии. В первую очередь для бизнес-элит, в первую очередь для этой огромной фирмы «Шериф», которая, в общем-то, государство образующее, можно сказать, фактически все там контролирует. То есть, вот если им будут даны какие-то гарантии о том, что они не потеряют бизнес, не потеряют рабочие места, не потеряют возможности при интеграции в Молдову продолжать свою деятельность, ну, естественно, в законных рамках, тогда, я думаю, большого сопротивления не будет. А народ, знаете, как, если с народом нормально поговорить, нормально им объяснить все плюсы и минусы, я думаю, что абсолютное большинство будет за это объединение, потому что, да, конечно, им 30 лет рассказывали, что здесь в Кишиневе расстреливают за русский язык. Вот, кстати, мы с вами говорим на русском, и пока я не слышу, чтобы ко мне в дверь стучали автоматчики, которые хотят меня расстрелять за то, что я говорю на русском, и тем более к вам, на национальное телевидение, где мы тоже говорим на русском. Поэтому, конечно, эти вот мифы, но я думаю, что адекватные люди там давно все прекрасно понимают, и понимают, что эти страшилки про румынских жандармов, про притеснение русскоязычных, что это все бред, который специально нагнетала пропаганда, что ничего этого нет, и поэтому при нормальном общении, при построении связей между левым и правым берегом, именно связи на уровне социумов и на уровне политиков, я думаю, что все пройдет очень легко. И самое главное, вот возникает вопрос, а все-таки этот план, он сегодня реальный, он живой, вот этот главный вопрос, то есть насколько это все не какая-то просто предвыборная утка кем-то вброшенная, а насколько это реально, он может быть реальным, потому что я слышал про такие планы, но насколько это все-таки воплотимо сегодня в жизнь, вернее, насколько есть желание это воплощать в жизнь, вот это пока для меня вопрос. Андрей, большое спасибо за включение, до встречи в эфире, мы продолжаем выпуск.